12 марта, уже в это воскресенье, в конно-спортивном клубе «Белая лошадь» состоится благотворительный проект «Спорт во благо». Что это такое, мы узнаем у нашей гости. Сегодня в нашей студии Марина Федотова, это руководитель проекта «Спорт во благо». Доброе утро, Марин. Доброе утро, рада вас приветствовать. Расскажите, пожалуйста, что за проект и кому вы помогаете? Ну, проект — это федеральный «Спорт во благо». Федеральный проект родом из города Москва. Уже 20 лет люди, которые увлекаются спортом, которые любят бодрость, духа, активный образ жизни, которые любят помогать детям, помогать вообще людям. Это волонтеры участвуют в этом красивом проекте. В Екатеринбурге он проходит не первый раз. И мы решили приобщиться, то есть мы как раз входим в пятерку городов, где проходит этот классный, я считаю, спортивный, хороший проект. Проходить в этом году он будет в Кадниково, в КСК «Белая лошадь». Кто у нас, собственно говоря, участники, наверное, да, то есть для кого это проводится. Но, как я первая сказала, что это для людей, кто любит спорт, для тех, кто любит помогать. И, безусловно, у нас проходят четыре направления этого красивого проекта «Спорт во благо». Это бег, он проходит летом, это, собственно, лыжи, проходит час, это велогонка и это мини-футбол. Ну, все-таки расскажите, с кем вы работаете и кому помогаете. Да. Значит, кто наши участники этого проекта и для кого мы это делаем? Безусловно, для города Екатеринбурга, для, собственно, Свердловской области участники – это дети от 6 лет, это, собственно, дети от 6 до 18, это взрослые, это профессиональные спортсмены, это простые любители, кто недавно встал на лыжах, кто ходил в школе на лыжах. И все эти люди помогают детям синдрома Дауна. Безусловно, это, собственно говоря, солнечные дети, которые явились инициаторами этого проекта в городе Екатеринбург. Ну, расскажите, вот участники гонки, которая пройдет в воскресенье, это кто-то из знаменитых людей? Да. Да. В этом году подтвердили свое участие двукратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион Сергей Владимирович Чепиков, нынешний депутат Государственной Думы, мы его ждем. Он скажет прекрасное вступительное Дума, слово на открытии и обещал даже с лыжами пробежать. То есть не только потусоваться, но и пробежать дистанцию. А что нужно сделать, чтобы принять участие в этой гонке? Сегодня на сайте Сан-Дети можно зарегистрироваться, пройти регистрацию, заплатить небольшой благотворительный взнос 500 рублей для того, чтобы индивидуально пробежать дистанцию. Дистанция километр 3,5. Так, ну и, насколько я знаю, есть еще корпоративные заезды. То есть если вы всей своей большой фирмой, компанией решили помочь детям, то это можно тоже сделать? Да, такие примеры есть. Была проведена подготовительная работа. В первую очередь это информирование больших корпораций о том, что проходит такой праздник. Потому что социализация, это прежде всего надо нисколько еще и детям с синдромом Дауна и их родителям. Это надо всему, наверное, обществу. Это совершенно благородный, красивый проект, который помогает нам быть добрее. Будут крупные компании. Это компания НЛ будет участвовать. Я не знаю, насколько сейчас в эфире стоит, как бы, да, перечислить их. Это компания Декатлон, это дворец пионеров, дворец творчества учащихся и молодежи на сегодня. Это общественная организация, это детские клубы. И много компаний нас поддержало где-то своей продукцией, где-то инфоспонсорами выступили. Большое спасибо областному телевидению утреннему. Вы тоже помогли. Это, что каждый вот эти 500 рублей оргвзноса формируется в довольно-таки существенную сумму. Вы не просто помогаете, вы получаете спортивный праздник за это. Кому вы планируете собранные средства передать и как их будете расходовать? Значит, на сегодня у нас средства собираются на конкретную спортивную комнату и адаптацию, адаптивной программы для детей как раз с синдромом Дауна. А зачем им нужна эта комната? В чем смысл именно вот этой затеи? Ну, скажем так, затея. Дети с синдромом Дауна нуждаются в ежедневной работе. Работе, собственно говоря, ну то есть это навыки элементарные, да, это навык держать ложку, это навык кидать мяч. Ну то есть вот то, что простому ребенку, простому человеку, собственно, он делает это не задумываясь, здесь на самом деле нужны дополнительные усилия для того, чтобы их развить и для того, чтобы войти в общество. На сегодня у нас, ну вот знаете, такой красивый пример, наверное. Свердловская область 9 лет назад была средняя по стране, то есть число отказников детей было 85%. То есть если ребенок рождается в такой семье, еще в роддоме отказывались от таких, да, с синдромом Дауна отказывались от таких детей. Значит, за 9 лет «Солнечные дети» это организация общественная, это мамочки, которые собрались. Это 327 семей сегодня, которые ведут большую просветительскую работу, информированность, поддержка, психологическая, в первую очередь, поддержка, семей с синдромом, детей с синдромом Дауна, и сегодня мы вышли на цифру 3%. То есть 3% это лучший, наверное, показатель по стране, вот, и это действительно проведена огромная работа мамочек, организаторов, собственно говоря, и те, кто помогает солнечным детям. То есть в том числе участие может быть и в этом спортивном проекте, который пройдет в воскресенье в «Белой лошади», в конечном счете поможет ребенку, у которого есть кое-что там с хромосомами, остаться в семье. Да, ну и я вот хочу сказать, что я дружу с этим проектом уже несколько лет, кажется, 4 года мы знакомы, если вы хотите, если мы с вами хотим увидеться, то, пожалуйста, приезжайте в это воскресенье, будет действительно очень весело, будет интересно, и там очень серьезные спортсмены, на самом деле, вот, ребята с синдромом Дауна, их не перебежать, не обогнать, они все очень веселые, поэтому приезжайте, будем вместе общаться. Напомним еще раз, 12 марта, воскресенье с 11 до 15.30, КСК «Белая лошадь», проект называется «Спорт во благо». У нас в гостях была Марина Федотова, руководитель проекта «Спорт во благо», вам спасибо большое. Ну и сейчас о самых важных новостях Свердловской области вы узнаете из программы события.